Приветствую, уважаемые друзья! Еще один выпуск «Реальные холодные звонки». Сейчас я буду показывать вам, как вы можете по телефону, достаточно легко и быстро, без каких-либо затрат с вашей стороны, ну, за исключением, если что, затрат на мобильную связь, звонить и привлекать клиентов. Для начала, для разминки, так скажем, сделаю пробный такой тестовый звонок. Причем я покажу вам, ну, так скажем, как, наверное, не надо звонить, продавать предложения и взаимовыгодное сотрудничество. Алло, здравствуйте. Скажите, а руководителя я могу услышать? А кто вы? Я звоню из компании, мы занимаемся сайтами. У нас предложение есть к руководителю, хотели обсудить с ним. Чем занимаемся? Сайтами, сайтами создаем для компаний, для автосервисов, шиноводителя, да? Записывайте почту. Так. Предложение, конечно, сделайте, но посмотрим. Ага. Ну, а вообще, не знаете, сайт-то у вас есть сейчас, нет? Сайта нету. Записывайте почту. Давайте, запишу. Значит, слово «металл» нет. Источка в аргалочке. Так, подскажите, а кому отправить вообще, с кем общаться по этому вопросу? Олег Степанович. Олег Степанович. Это вы, да? Да. Ага, меня тоже Олег зовут. Можно пару вопросов, что в предложении сразу отразить вообще, собственно, суть, которую, для чего сайт нужен. Есть сайты такие, визитки, ну, просто страничка одна, да? А есть сайты, которые именно, ну, все, кто заходит на него, они пытаются закрыть на заказ, там, на какую-то услугу, которую вы оказываете. Вот для вас на заказ, на услугу лучше делать сразу, да? Ага. Так, а раньше какие-то варианты рассматривали вообще по сайтам? Может быть, есть примеры? Да, ну, что-то рассматривали, что-то у нас есть, было там, наказано, как-то, развивали другие, типа, это, ну, направление по этому. Ну, я так понял, до сайта еще просто руки не дошли, да, как говорится, еще просто не успели. Можно и так сказать. Вот, ну, мы просто, вот я еще позвонил вам, я смотрю, просто по запросам сейчас люди по нашему городу ищут многие, вот, через Яндекс, через Гугл, там, услуги автосервиса. И тем более сейчас, ну, сезонность, как говорится, да, сейчас начнет больше обращений обычно по статистике. Поэтому я вам скину примерные расценки. Ну, вообще, может, у вас бюджет какой-то есть на это дело, который вы могли бы выделить? Нет, вы скидываете, потом, если нас заинтересует, то он же вам бы заваливает под бюджет, или вообще ничего не может. Олег Степанович, а скажите, может, тогда я бы к вам подъехал, и мы на месте сразу все посмотрели, и какие-то образцы, примеры подобрали с вами. Я бы вас на месте по бюджету сориентировал. Как вам такой вариант? Это что, подготовьтесь, начало это, завтра давайте встретимся, утром наберемся, и я вам скажу, сколько подъехал. А, договорились, хорошо, все тогда. Я вам скину сегодня, а завтра наберу по поводу встречи. Здравствуйте. Да, всего доброго. На самом деле, я говорил, что звонок солью, и я, в принципе, как разминочный звонок, хотел его слить, да, я использовал спам-слова по поводу предложения, там, и все такое. Но получилось, что звонок, по сути, не слился, а вылился в конкретную договоренность о предложении назначенной встречи. И более того, клиент заинтересован, я думаю, что, проведя встречу, можно будет продать ему этот сайт. Вот, собственно, кто говорит, как продавать сайты. Вот так можете действовать, и вы будете продавать сайты. Поехали дальше. Сейчас я, кстати, сразу все завожу в программу, потому что, ну, если это не отметить, это потеряется где-то. Желательно, чтобы была CRM-система у вас. И по поводу CRM-систем, если для вас тема интересна, актуальна, то напишите внизу, что хотели бы узнать подробнее. Я поделюсь с вами видеоуроками по CRM-системам бесплатными. У меня они есть, просто не для всех у меня пока доступ открыт. Давайте посмотрим дальше. Еще одна компания. А, у них есть сайт. Класс. Ну, давайте попробуем, значит, позвонить в эту компанию. Алло. Алло, здравствуйте. А подскажите, с руководителем как я могу поговорить? Я руководитель, что вы хотите? А, меня Олег зовут. Я вам звоню сейчас по поводу работы сайта. А к вам как обращаться можно, подскажите, пожалуйста? Дмитрий. Дмитрий. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас проводили исследование по нашему городу, по поисковым запросам. И смотрели, что по вашей отрасли, в принципе, люди ищут там шиномонтаж, вот все такое, тем более сейчас сезон. Вы как-то продвигаетесь вообще в поисковиках, чтобы заявки через сайт принимать от клиентов? Ну, поэтому не продвигаются. Сейчас у меня уже ребята этим занимаются. Не занимаются? Нет, занимаются. А раньше нет, а сейчас вот уже заказал. А, вы уже заказали какие-то услуги, да? Да. Ну, смотрите, если вы принципиально только с теми будете работать, или если мы вам, может быть, интереснее что-то сейчас предложим, более качественно, так скажем, и бюджет адекватный. Вот мне сайт делали, и сейчас, в принципе, вот так говорился. Но не знаю, есть ли вдруг что-то там. Дмитрий, ну, смотрите, я зашел сейчас на вашем сайте, но, честно говоря, я вам могу выслать для сравнения наши работы? То есть здесь есть что поменять, чтобы конверсия в заявку стала больше, я вам честно скажу. Может, встретимся тогда, обсудим, вы посмотрите. Какой сайт вы не смотрели? Ну, я зашел на... Я понял. Ну, вот в 2GIS он указан, клиенты его видят, как бы. Ну, вообще сейчас другой будет сайт. А, будете перерабатывать, да? Да, да, да. Ну, а как... Сейчас, пока еще картинок нету, но так будет... А, будет, да, у вас? Ага. Ну, а как вы смотрите на то, чтобы мы альтернативный проект для вас сделали? Вы бесплатно, просто макет, да? Вы посмотрите, если наш вариант больше понравится, я думаю, по цене мы с вами договоримся. Или вы принципиально только с теми. Макет сайта? Макет сайта, да, таким сделаем, чтобы он действительно, вот как... Исследование рынка показывает, давал большее количество заявок вам. У нас есть такой опыт. Просто я поэтому и предлагаю вам. Ну, как бы сейчас уже просто-напросто мало ли натяну, чтобы вы работаете, но я уже с теми ребятами не делаю сайт и договорюсь с поисковым, чтобы они продвигались. Ну, вы же им все равно деньги платите за это, правильно? Что? Вы же все равно им деньги за это платите и хотите, чтобы результат был от этого максимальный. Ну, да. Ну, давайте, может, тогда мы бесплатно подготовим, потом, если у вас будет время, может быть, на этой неделе, мы к вам подъедем, покажем. Да-да, нет-нет, как бы, если решим работать, можно попробовать. В конце концов, есть такое в интернете, называется сплит-тестирование, то есть, когда у вас два сайта, и пользователи просто распределяются между вот этими сайтами, ну, между разными страницами, так скажем, одного сайта. И та страница, которая лучше работает, вы в итоге оставляете, потому что она дает большее количество заявок. Ну, вообще, обычно делают одностраничники или несколько одностраничников на каждую услугу, которая, вот, допустим, шиномонтаж, одна страница, да, сделайте шиномонтаж, получите там какую-нибудь скидку или суперпредложение какое-то дополнительное. Вторая страница делается на другую услугу, которую вы оказываете, ну, наверняка же там дополните. И, соответственно, люди заходят, видят, что это то, что им нужно, то есть, целевое действие, и сразу, допустим, покупают у вас, ну, не покупают, а оставляют заявку или бронируют место, чтобы не ждать в очереди. То есть, мы тут с вами уже продумаем, как лучше сделать и составим одно предложение какое-то. По деньгам сколько это будет? Ну, по деньгам бюджеты разные. Если мы говорим об одностраничниках, ну, меньше 10 тысяч мы не берем в работу заказы. То есть, ну, ну, а там дальше мы с вами договоримся, в принципе, чтобы и для вас конверсия была приемлемой. Это хороший, качественный, хороший, качественный одностраничник, который будет вам давать конверсию. Мы даже показатели конверсии можем с вами прописать в договоре, чтобы, сами понимаете, и вы были уверены, и мы просто знаем, у нас-то опыт есть на рынке. Мы сайты делаем по всей России, не только по нашему городу. По шиномонтажам делали? Да, по шиномонтажам делали тоже. И мы даже с клиентами, я вам могу потом ссылку скинуть, или при встрече покажу, там, какой опыт. Ну, и шиномонтаж, автосервис. А что вы кому делали? А? Кому делали? Мы делали по питерским компаниям. Костомаш для примера нет, да? Ну, для примера мы подберем, мы вам вышлем тогда макеты. Но вообще, в идеале, я говорю, мы бы с вами просто встретились, и я бы вам показал макеты, как можно сделать. Если выберите, которые вам больше нравятся с точки зрения визуального эффекта, а конверсию потом будем замерять, чтобы и повышать. Хорошо, я понял. Давайте, на следующей неделе, может быть, я к вам подъеду. Вы бываете вот по адресу, вот как у вас в Дагисе указан? Да, бываю. А когда, в какое время лучше подъехать? Да, правильно? Угу. В какое время лучше подъехать? Я пока не могу сказать. Я обычно, ну, после шести, там, два, два дня. Ну, давайте, я... Ага, давайте на следующей неделе, во вторник, в принципе, время есть после шести, я могу вам набрать, и тогда мы с вами там встретимся и обсудим. Хорошо? Хорошо. Ну, все, спасибо. До свидания. До свидания. Вот еще один пример, как можно договориться с клиентом о встрече. Во вторник, после шести я набираю, мы встречаемся. При этом клиент работает с другими, уже заказал у них сайт. То есть, на самом деле, все реально. Второй звонок подряд и вторая встреча подряд, это что касается продажи сайтов. Я думаю, что ничего сложного в этом нет, как вы видите. Звоню легко, звоню даже достаточно банально, без всяких хитрых раз, еще что-то. Это одна тактика сейчас используется, это назначение встречи. То есть, я звоню с целью, ну, задать клиенту уточняющие вопросы и назначить встречу. Сайты можно продавать и с помощью других тактик и приемов. Ну, вот кто смотрел мой бесплатный вебинар «5 стратегий продаж по телефону», те знают, что есть стратегия встречи, есть стратегия сразу продать что-то по телефону, она тоже уместна в некоторых бизнесах, я там рассказываю в каких. Есть стратегия, например, я вам сейчас ее даже покажу, назовем ее «бесплатный консалтинг для клиента», то есть, когда я предлагаю ему какую-то полезную информацию или вообще приглашаю на бесплатное мероприятие. Давайте посмотрим, как это может работать. В Volkswagen Lada мы это звонить не будем. Вот центр, техцентр. Круто, у них есть сайт, и я вам хочу сказать, сайт, ну, не супер-пупер, но, по крайней мере, по сравнению с другими, неплох. Татарий, здравствуйте. Здравствуйте, будьте добры, подскажите, с руководителем как поговорить можно? Сейчас не подскажу, нет на месте его. Так, а вообще по работе сайта с кем можно пообщаться, кто на месте есть? По чем? По работе сайта вашего. По работе сайта? Да, да. Сейчас, одну минутку. Ага. По работе сайта хотят сообщаться. Да, да? Алло, здравствуйте. По работе сайта с вами можно поговорить, да? Да. А подскажите, к вам как обращаться можно? Владислав меня зовут. Владислав, меня Олег зовут. Звоню вам по работе сайта, вот я сейчас на нем нахожусь. Скажите, а вы как техническое сопровождение сайта, да, или вы руководитель? Я руководитель организации. А, Владислав, очень приятно. Такой момент, вот сейчас мы с предпринимателями, руководителями общаемся, у нас планируем провести бесплатные мероприятия о том, как с сайтов привлекать больше заявок, тем более сейчас сезон, сами чувствуете, наверное, это, да, обращений будет больше по вашей теме. Люди будут в поисковиках искать, соответственно, там, машиномонтажи, сервисы. И хотели бы вы в бесплатном мероприятии просто принять участие, послушать о пяти основных ошибках, которые мы зафиксировали на сайтах аналогичных компаний. И, может быть, если вы у себя найдете какие-то ошибки, можете их исправить потом. Нет, это не у нас некуда. Так у вас же с сайта заявки идут, наверное, или не идут? Как у вас вообще настроены? Он у нас... Сейчас, извиняюсь. Ну, просто послал. Там вообще не это. Да, да, да. Ага, да, Владислав. У нас сайт-визитка. Сайт-визитка. У нас, в принципе, своя база клиентов, мы и так справимся нормально. Ну, то есть у вас уже загружено, все, больше клиентов, больше заявок вам не нужно с сайта сейчас? Или как? Конечно, нужно. Нужно? Конечно, нужно. Но мы сидим в лекции слушать, я, честно, некуда. Ну, хорошо, а у нас... Нет, я на разъезду, поехал. Ну, а если, смотрите, такой вариант. Я попрошу наших сотрудников, они сделают экспресс-аудит сайта, ну, бесплатный, подскажут вам, что можно улучшить. Ну, просто как несколько рекомендаций, чтобы заявок было больше. И как привлечь трафик, ну, заявки на сайт, да, в целом, по каким каналам. Если вы решите потом дальше, либо с помощью наших сотрудников работать, либо просто сами, там, может быть, у вас есть знакомые, которые сайтами занимаются, будут это реализовывать. Как вы на это смотрите? Ну, сделайте, хорошо, без проблем, сделайте. Там на сайте указана наша электронная почта. Пусть на электронной почте или... Собака Яндекс. Можете скинуть туда, экспресс-аудит ваш. Так, ага, посмотрите. Это ваша электронная электронка, да, то есть вам напрямую? Собака Яндекс. Хорошо, скажите, еще мы обычно, если с сайтами, допустим, работаем, мы делаем фотографии, там, производство, все, рабочего процесса. У вас эти фотки есть уже или... Да, на сайте все у нас есть, вся информация, все есть. Все есть, да? Хорошо, давайте тогда мы предварительно сделаем, вам скину, потом, если будет интересно, встретимся и обсудим, хорошо? Хорошо. Ага, все, всего доброго. Вышли на руководителя, поговорили. Я не скажу, что здесь назначена встреча, ее, в принципе, пока нет, как в предыдущих случаях, да, но что хорошо и полезно, руководитель готов принимать какие-то рекомендации. И, вот что я себе отметил, важно, нет времени ходить на мероприятия. Окей, я отошел от этой стратегии, да, я хотел его пригласить сначала, на бесплатный мастер-класс, пока не существующий, но нет времени, хорошо, человек ценит свое время, пошли другим путем, давайте мы сделаем рекомендации, вышлем вам, вы посмотрите, потом решим, как это дорабатывать. Можно найти, что улучшить, скинуть ему, а потом сказать, Иван Иванович, знаете, есть еще кое-что, что не указал в анкете, давайте лучше при встрече, я буду недалеко от вас, встретимся, посчитаем, обсудим, и все будет прекрасно, да, и мы с вами договоримся о дальнейших шагах. Экспресс-аудит на почту, да, я записал, как видите, было сделано всего несколько звонков, и конверсия по продаже сайтов достаточно неплохая, две встречи, один экспресс-аудит с последующей встречей, поэтому можно продавать и достаточно легко. Кстати, в этом случае я использовал прохождение секретаря, ну или администратора в данном случае, по поводу работы сайта, не по поводу предложения, просто по поводу работы сайта. Какая мысль у человека в голове, когда мы говорим такие фразы? А может что-то не так с сайтом, да, а вдруг там что-то важное, и создается впечатление, что я знаю наверняка как-то руководителя, раз я звоню по поводу работы сайта. То есть, ну вот, можете взять, кстати, на заметку, если сайты продаете, и я вам больше скажу, в каждом бизнесе есть такие фразы. Вот недавно разрабатывал скрипты для коллег, которые продают подписку на журналы. Там тоже есть такие фразы, которые позволяют пройти секретарский барьер со 100% практически, ну там 99% будет прохождение и выход на лицо, принимающее решение. Вот это очень-очень важно, уметь подобрать такие фразы. Давайте дальше посмотрим. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с руководителем, как могу пообщаться? По поводу работы сайта. По поводу работы сайта, сайта вашего. Сайта у нас, что у нас сайта? Ну вот по сайту хотел пообщаться. С вами можно, да, правильно понял? Хорошо, конечно, сейчас наберу. Ну, видимо, в цеху, да, или где-то, в общем, шум какой-то. Пробуем, пробуем, пробуем. Сейчас попробуем. По поводу работы сайта у них, походу, и сайта нет, на самом деле. Ну ладно. Алло. Алло, здравствуйте. С вами только что общался, да? Да, да. Меня Олег зовут. Подскажите, вы руководитель, правильно понимаю? Да. А как к вам обращаться можно? Денис. Денис, очень приятно. Я вам по поводу работы сайта звоню, но я так понял, сейчас вот я в Двагисе, у вас нет сайта еще, да? У вас нет сайта? Нету? Еще раз, чего нету, я не слышал. Сайт, сайт у вас есть сайт ваш? Сайта у вас нету. А, нету. Скажите, мы сейчас просто вот обзваниваем предпринимателей, особенно в части тех, кто занимается СТО, там, шиномонтаж. Вы задумывались вообще о создании сайта? Да, ну, не в ближайшее время. Отчего так? Просто сейчас сезон. Нет сайта, у вас другие запасы. Скажите, а по заявкам, у вас как, если бы с сайта приходили заявки, тем более сейчас сезон, мне кажется, вот это время просто. Ну, представляете, человек заходит на сайт, шиномонтаж, например, да, или еще что-то, и оставляет сразу заявку вам, вам на телефон, допустим, приходит уведомление, что есть желающий к вам приехать и пройти там техническое отсутствие. Нет, это вообще неинтересно. Мы это сделали подобное по поводу запчастей. Знаете, как это выглядело, какие-то заявки. Приходили на почечном списке с просьбой «процените». Вот мы сидим, вроде, окоцениваем, и вот тоже, и все. Эффект будет. А, ну это, я понял. Это, знаете, когда, так бывает иногда, когда сайт не совсем правильно составлен, то есть там просто запрашивают как бы прайс-лист, да. А если составлен сайт правильно, как сейчас большинство делают, кстати, предпринимателей, да, там будет одно целевое действие. Вот, смотрите, это все делается для удобства клиента. Нам от этого толку никакого вообще нет. Понимаете, мы ему интересны, мы ему рассказываем всю информацию, и все, он доволен и счастлив. Мы на это красивые, и взамен, что и... Денис, так... Слушай, пожалуйста, живое общение, звоните, договоримся. Мы вот такой позиции продержимся. Ну, согласен, Денис, если сайт составлен как информационный справочник, то да, клиент зашел, получил, что ему надо, и все, вы за это только деньги заплатили. Но если сайт сделать так, чтобы клиент мог записаться на платную услугу сразу, да, прочитав информацию о вас... Вы меня не слышите. Мы вот так вот автоматом записывать кого-то на платную услугу не будем. В любом случае это по телефону, потому что что-то мы можем починить, что-то мы не можем починить, понимаете? А, я понял вас, понял, понял. Нужно разговаривать, нужно живое общение. Тогда, знаете, как некоторые делают? Они делают просто заказать звонок. То есть человек зашел, указал свой номер телефона на сайте, прочитав о вас, и заказал звонок просто по номеру телефона, да? Ну, как не будет, но сейчас нам неинтересно это. Я же вам сказал в самом начале. Ну, я понял. Денис, скажите, если мы для вас сделаем бесплатный просто аудит, как это может выглядеть? Ну, например, да, например, вот с учетом вашего месторасположения, там, фотографии вашего автосервиса, покажем вам просто дизайн бесплатный, примерно. Можно сделать. Давайте мы тогда сделаем макет, и я бы к вам приехал, просто его показал. Если посчитаете... Дальней, ну, допустим, мы с насилием, что от нас дом, сколько стоит. Смотрите, да, по поводу цены, но мы меньше 10 тысяч не делаем сайт, то есть у нас 10 тысяч – это минимальный пакет. Для вас как это вообще? Комфортно было бы? Да, так, что вы скажете. Вот, то есть мы делаем, мы утверждаем с вами макет, встречаемся. Если вас все устраивает, мы это разрабатываем, соответственно, и, ну, покупаем вам, есть такое понятие, домен, ну, то есть ваш адрес в интернете, да, чтобы клиенты зашли. У вас будет сайт, вы можете на визитках указать, можете своим, там, клиентам, существующим советовать его, кому угодно. И можно на этот сайт настроить еще привлечение клиента. То есть, чтобы клиент в Яндексе, например… Давайте, 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 можете, можете, если вы так вот день-день у нас. Сегодня у нас четверг. День четверг, можете к недельник забрать? Я могу во вторник к вам заехать после обеда. Не надо, вы сначала выберите. Давайте во вторник, в понедельник просто в командировке. Давайте, давайте во вторник выберите. Да, хорошо, договорились. Все, спасибо. До свидания. Смотрите, я сейчас, кто-то скажет, я там жестко работаю с возражениями. На самом деле, друзья мои, можно, конечно, тут кое-что поменять, я не спорю, но я осознанно иду на, как бы, обострение. Почему? Потому что автосервис, ну, сами понимаете, какая-то там обстановка, иногда можно и крепким словцом сказать, и послать, и так далее. Поэтому нам важно быть на одной волне с клиентом и где-то уметь отстоять свою точку зрения. Пусть это будет вот прям не совсем как учат работе с возражениями, типа, я вас понимаю, при этом, обратите внимание, вот на это можно так упаковывать. Но я в некоторых случаях сейчас осознанно, да, шел на обострение, тем не менее, обратите внимание, однозначный был сначала отказ, в конце уже человек спрашивает, сколько стоит услуга, то есть уже интерес определенный есть. Я не уверен, что что-то выгорит по этому конкретному клиенту, но мне кажется, что можно с ним созваниваться во вторник, можно с ним договариваться о каких-то встречах и так далее. То есть вот с этим клиентом нужно будет дополнительно работать, работать, работать. Потому что у него есть негативный опыт, о котором он сказал, что разместили, и ничего не пошло. Это убеждение. С этим убеждением можно работать, как я, кстати, в курсе хакера возражения об этом рассказываю. Мы не спорим, не опровергаем, говорим, да, такое бывает, если или когда сделано вот здесь не совсем так, как можно было бы сделать. И таким образом мы открываем перед человеком новые горизонты, а что можно по-другому, да, а как тогда. И у него формируется интерес, собственно, что сейчас и произошло. Что ж, друзья, давайте сделаю еще один звонок. Сейчас у нас, кстати, интересная компания, целых два сайта. Два сайта есть, и, в принципе, вижу, что заморочились на сайте. Ух ты! Два сайта и четыре телефона. Ну, давайте начнем, попытаем удачу. Так, сейчас, я сейчас еще автопрофиль звонит. Здравствуйте, с руководителем, будьте добры, соедините. По какому вопросу? По поводу работы сайта звоню. По поводу чего? Работы сайта? Да, работы сайта звоню. И перезвоните, минут через 10 я с вами поговорю, потому что я звоню. А, вы руководитель, да? Подскажите, а к вам как обращаться можно? Минут через 10, минут через 10 перезвонить, я сейчас очень-очень занят. Извините, хорошо, спасибо, перезвоню. Да. Ну, действительно, некорректно было дальше настаивать, какой-то звук посторонний пошел, то есть, действительно, руководитель очень занят. Ничего, перезвоню через 10 минут. Ух ты, автосеть. Целая автосеть, и у них сайт есть, конечно же. Ну, давайте я попробую сейчас дозвониться в эту компанию. Я не знаю, правда, возможно, если это сеть, возможно, руководители сейчас будут меня переадресовывать с одного города на другой. Алло, здравствуйте. Подскажите, с руководителем как могу пообщаться по поводу работы сайта? С чего по поводу? По поводу работы сайта. Сайта? Да, сайта вашего. Духоньки соединены. Она так же соединена. Ага, благодарю, спасибо. О, сейчас мы будем общаться с секретарем, и, значит, ну, есть несколько способов прохождения секретаря. А давайте я вам сейчас покажу способ, не совсем честный, да, но тем не менее он имеет право на существование, может часто использоваться для выяснения лица, принимающего решения в компании. Смотрите. Это офис-менеджер. Секретарь, то бишь. Здравствуйте, Игорь, в компании Екатерина Сушова. Екатерина, добрый день. Я вам из компании «Атлантида» звоню. Поступила заявка на аудит сайта вашего. Скажите, кто мог оставить из сотрудников, кто этим занимается? Указан этот номер телефона был. Так, а дополнительных контактных лиц никаких не указан? Нет, дополнительных нет, только номер телефона. Наверное, у вас есть ответственный сотрудник за это, да? Кому интересно привлекать больше посетителей с сайта? Так, ну, скорее всего, это отдел маркетинга. Менеджер, вы, что хотите набрать минут через 10? А как зовут, подскажите, чтобы я сейчас... Ирина. Ирина. И через вас соединить, да? Да, да. Так, а руководитель у вас, может, это он мог быть? Нет, это вот менеджер-маркетолог. Ну, то есть они за продажи, да, отвечают? Да. Ага. Ладно, я позвоню тогда вам, спасибо. Да, хорошо. Все, добро. Это еще один способ, такая техника. Она, ну, не совсем честная, так скажем, но ничего криминального здесь нет, ну, согласитесь. Если хотите еще больше таких техник, поставьте лайк под этим видео, поделитесь с друзьями. Чем больше наберем лайков, тем быстрее и круче способы я вам покажу. Это один из вариантов понять, кто в компании занимается определенным сегментом. В данном случае я сказал про сайт. Я мог сказать про тренинги, да, кому интересно там обучить персонал, кто ответственный за это. Я мог сказать, да, про что угодно, да, кто отвечает за подписку на периодические издания и так далее. За пожарную безопасность, кто отвечает, заявка пришла. И этот прием вам поможет, ну, с высокой конверсией, понять, кто ЛПР и выйти на это лицо, принимающее решение. Пора, наверное, заканчивать это видео. Ну, я могу долго звонить. Что-то полезное вы для себя берете. Напишите в комментариях, пожалуйста, если не сложно. И еще один звонок о сайт компании. Честно говоря, сайт оставляет желать лучшего. Три филиала, кстати, у компании. Давайте попробуем позвонить. Здравствуйте, будьте добры, подскажите с руководителем, как могу пообщаться по поводу заявки с сайта. А как зовут, подскажите. Владимир Михайлович. Спасибо, всего доброго. Владимир Михайлович, мы сейчас предложим улучшить сайт. Шарапурфи, здравствуйте. Здравствуйте, с Владимиром Михайловичем, будьте добры, соединиться. Он сейчас по телефону разговаривает. Понятно. Ладно, перезвоню тогда. Занято, не судьба. Так, коллеги, друзья, время, по-моему, подошло, да? Что у нас получилось? Около 7 звонков сделано и есть точно назначенные встречи, есть клиенты, готовые на экспресс-аудит. То есть, в принципе, вы видите, что буквально 10 звонков, всего 10 звонков по одной отрасли могут дать вам реальные клиенты, заявки и так далее. Вот такие звонки я делаю, когда составляю скрипты продаж для компаний. То есть, я должен сам прозвонить, прочувствовать модель и потом прописываю это в скриптах. Я думаю, что каждый из вас может сделать то же самое даже лучше. Если вы начнете звонить, грамотно подойдете к прохождению секретаря и назначите встречи с руководителем, да, сформируя ценность. Давайте я сделаю еще один звонок заключительный Владимиру Михайловичу, до которого не получилось дозвониться. Сейчас, дабы не нарваться на секретаря, еще раз я скажу. Владимир Михайлович освободился? Алло. Алло, здравствуйте. А Владимир Михайлович освободился телефончик у него? Владимир Михайлович, как вас представить? Это Олег Шевелев, скажите, пожалуйста. Олег Шевелев, скажите, пожалуйста. Олег Шевелев, я с вами звоню. Сейчас, Саша, дабы не откуда. Алло. Алло, Владимир Михайлович, добрый день. Да. Это Олег Шевелев, мы занимаемся сайтами. Я вот вам звоню несколько вопросов, уточните. Вы, вы знаете, у меня срочное дело, я сейчас не могу сайтом заняться. А когда вам перезвонить можно? Давайте завтра. Хорошо. Спасибо. В общем, в этом примере слышно, что руководитель был на другом телефоне, где-то на другой линии. Разговаривать не очень удобно. Человек, судя по голосу, в возрасте. Самый главный вывод из-за этого звонка, он, конечно, не очень результативный, но что можно взять, на мой взгляд, как пройти секретаря. Вы по какому вопросу? Я просто сказал, это Олег Шевелев. Кто такой Олег Шевелев? Да, ну, непонятно. Но, видимо, секретарь подумала, что раз я так представился, наверняка мы знакомы, а секретарь пропускает знакомых руководителей. Вот такая вот логика. На самом деле, есть другие способы прохождения секретарей. Вы сегодня несколько, я надеюсь, взяли на заметку. Есть другие ниши. Вот пишите, в каких нишах вы хотели бы позвонить. Я не обещаю, что я буду часто записывать такие видео, но я просто хочу вам своим примером показать, что звонить это не страшно. Звонить можно. Тем более, вот у меня за спиной сейчас нет какого-то даже супер качественного продукта, предложения в части сайтов. Я вообще этим не занимаюсь, и тема не моя. Но, тем не менее, это мне позволяет успешно, достаточно, на мой взгляд, делать эти звонки и назначать встречи, формировать какой-то интерес. Если понравилось, ставьте лайк, узнаете, что делать. Поделитесь с друзьями, покажите, как можно продавать сайты, в конце концов. Для многих эта тема достаточно актуальная, злободневная. Я хочу вам спасибо сказать за то, что посмотрели видео, и надеюсь, оно было для вас полезным. Пока, увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok